Владимир Георгиевич, астрофизик, за обедом на летней школе, великодушно, решил рассказать историю, которая мне понравилась. Я слушала несколько месяцев назад, и вот, а лучше ее слушать не пересказываю по углам, а из первоисточника. А дело было так. В советское время было общество знания. Нас, умеющих рассказывать о науке, посылали во все концы Советского Союза, и мы ездили с удовольствием, потому что это была единственная возможность бесплатно попутешествовать и что-то новое посмотреть. Как-то раз послали меня в составе агитпоезда «Комсомольская правда». Поезд курсировал по старому БАМу. Старый БАМ проходит за Байкали, по югу Байкала. Это тогда считалось напряженным местом, потому что с китайцами были отношения не очень хорошие, и стали прокладывать новый БАМ, новую Байкало-Амурскую магистраль по северу Байкала, подальше от советско-китайской границы. Но мы поехали по югу. Места там были дикие, малоосвоенные. В основном мы встречали железнодорожников, военных и лагеря. Лагерей было много. И не приходилось выбирать, куда тебя посылали лекцию читать, туда ты и ехал. Как-то на одной станции меня подхватила машина и повезла к зэкам. Я первый раз очутился в лагере для заключенных. Не помню, особые там были условия или обычные, но лагерь выглядел очень прилично. Женщину я там вообще не заметил, он был полностью мужской, очень аккуратный. Все мужики, похожие на лесорубах, такие мощные, упитанные, крепкие, ходили в черных бушлатах. И охрана практически не ограничивала их. Более того, меня привели к начальнику лагеря. Он сказал, здравствуйте, очень рад, что вы приехали. Вот Иван Иванович. Подошел Иван Иванович в черном бушлате. Явно зэк из таких надежных, старых, опытных. Проводите, товарищи. Зэк взял меня и с почтением повел в клуб. Это была клуб-столовая. То есть там же и обедали, там же и развлекались. То есть кино смотрели по вечерам. Было в этом сараеобразном здании человек 550-600 плотно усевшихся в черных бушлатах мужиков с напряженными лицами. Я тогда был молод и, конечно, на их фоне выглядел чудушненько. Меня завели на сцену, небольшое возвышение. За моей спиной экран, достаточно большой белый экран. Но, поскольку на нем демонстрировали фильмы в вечернее время, то все окна были не занавешены. И в этом клубе столовой было абсолютно светло. А у меня с собой был один маленький проектор для слайдов. Ну, тогда компьютеров не было. Мы возили с собой в рамочках слайды и демонстрировали с помощью такого проектора. Этюд маленького с кулачок размером, который в темном помещении на небольшой экран мог что-то показать. А в огромном помещении на большой экран, да еще ярко освещенным солнцем, я понял, что видно ничего не будет. И, познакомившись с залом, сказал уважаемые товарищи, к сожалению, картинок не будет, потому что мой маленький проектор не потянет в вашем светлом и большом зале. Тут встает начальник зэков, сам зэк, и говорит, ну так у нас есть свой проектор. Говорит, какой? Кинопроектор. И показывает на противоположную стену этого помещения, где вдалеке там кинобудка. А я быстренько прикинул, что такое кинопроектор, и говорю, нет, братцы, не получится. Кинопроектор убьет мои слайды. Зэк окинул взглядом публику и сказал, у нас получится. Тут я, помедлив немножко, и окинув публику взглядом, и взяв руку под бока, сказал, нет, не получится. И зал замер. Я позже уже понял, что это было выступление против начальства. И все зэки ждали развязки. Получится или не получится? Кто приехал? Шантропа или серьезный мужик? Хорошо, сказал я. Попробуем. Нашел самый паршивый слайд, который, в общем, ни к чему не годился и не жалко его было. Сказал, идите, вставляйте свой проектор, посмотрим, что выйдет. Но я уверен, что не получится. У нас получится, сказал мужик в черном бушлате и пошел в кинобудку. Открыл шторку. Видимо, вставил мой слайд вместо пленки туда. И включил свет. Ярко осветился экран. И на нем великолепно стал виден мой слайд. Все 600 человек вздохнули. И тут на глазах у всех через секунду слайд расплавился. Почернел и исчез. У-у-у, вытыхнули все. И посмотрели на меня с большим уважением. Ну вот, скромно сказал, я же говорил. Что будем делать? Я сказал, ну, если у вас есть чем занавесить окна, то давайте. Пять минут я подожду. Человек десять кинулись по палатам. Тут же принесли одеяло. Занавесили окна. Стало довольно темно. Я включил свой маленький проектор. Было хорошо видно. И мы начали лекцию. Полтора часа никто не шелохнулся. Ну, не только потому, что я у них там был уже как-то в законе. Да, выиграл эту битву интеллектуальную. А еще и потому, что они очень были обделены новой информацией. Если и приезжал к ним кто-то со стороны, то спалит информацией. Рассказывал, какая наша замечательная страна, какой вокруг их лагеря сплошной коммунизм. Что они тут, отщепенцы, мешают строить нам светлое будущее. А вокруг враги, капиталисты, и тоже мешают. И тут я приехал рассказывать о космонавтике, о ракетах, об астрономии. Мужики прослушались с удовольствием, потому что лишены были нормальной технической информации. Они так или иначе все были технари. Где было проявить себя мужчиной в нашей стране? На заводе, на комбайне, в мастерской. Ну, там же они и бедокурили, и их сажали. В общем, это мне запомнилось надолго, потому что мог бы я и проиграть. Но я-то знал, что кинопровектор устроен так, что один кадр демонстрируется там одну двадцать четвертую долю секунды. и проскакивает, на его место следующий кадр попадает. А мой слайд там должен был быть достаточно долго и не выдерживал мощного потока света от проектора. Вот так я доказал свои знания физики и победил зэков. Спасибо.